Добрый день! Здравствуйте всем! Меня зовут Владимир Дружинин. И сегодня мы с вами поизучаем вместе важную тему, которую я назвал «Описание свойств продуктов в классических источниках Аюрведы». А чтобы я немножко понял, что вам все хорошо слышно, можно в чате поставить плюсик, что меня хорошо слышно, и я могу продолжать. Сегодня у нас вебинар трехчасовой, поэтому будет достаточно времени для того, чтобы поразбирать различные темы, связанные с питанием. Но это даже не совсем лекция о правильном питании, хотя я могу ответить, думаю, что на большинство вопросов, которые могут быть через какое-то прохождение времени. Да, все-таки основная тема – это описать свойства основных продуктов, показать вообще методологию, показать методологию Аюрведы, вот, то есть каким образом она описывает свойства продуктов, что здесь важно. Поэтому скажу несколько вступительных слов по этому поводу. Важно также отметить момент, что существует очень много сейчас различной информации, правдивой, в меньшей степени, не очень, в большей степени. Поэтому это очень важно – установить какие-то ориентиры, вот, чтобы наше представление о классической Аюрведе, оно было правильным, точным, верным и принесло в конечном счете правильные плоды, да, или результаты. Вот. Вот. Я занимаюсь Аюрведой достаточно давно, познакомился с ней около 15 лет назад, и, в принципе, с тех самых школьных времен я как-то постепенно углубился в нее, и последние несколько лет серьезно занимаюсь изучением литературы, аюрведических текстов, пытаюсь каким-то образом это преподавать по различных формах, и вот как раз для пользователей Эдопульс, всех, кто интересуется этой темой, вот, Влад, предложен такой вариант, да, что провести такую лекцию и дать вам в конце задание, вот, чтобы вы могли как-то эти знания применить на практике. Ну, мне представляется, что это очень важно – научиться и врачам, и просто консультантам по здоровому образу жизни, и просто любому здравомыслящему человеку, который доверяет аюрведическим знаниям, научиться правильным образом строить свое питание, вот, и, конечно же, понимание этого исходит прежде всего из такого понятия, как прокрити, да, или то, что мы привыкли называть латинским словом, конституция, да, или конституция, тело, или тип тела, вот, или, как не совсем правильно говорят, доша тела, вот, хотя, естественно, что все три доши присутствуют в теле каждого. И вот, исходя из понимания своего типа, своей так называемой прокрити, прокрити буквально означает природа, хотя у слова прокрити достаточно много значений, и вот, имея представление о своем типе тела, из этого исходит в большей степени правильное понимание того, как нужно правильно питаться. Естественно, эта тема достаточно большая, вот, само правильное питание, оно заслуживает, ну, как минимум, я даже не знаю сколько, занятия три, наверное, необходимо, чтобы как-то в эту тему погрузиться, вот, так или иначе, сегодня мы с вами поразбираем, я напомню основные моменты касательно тех факторов, которые учитываются для питания, чтобы как-то вас ввести в курс дела. А потом мы возьмем тексты из основных аюрведических шастер, вот, я надеюсь, что вы слушали мою лекцию, которая тоже была прочитана для пользователей Ведопульс, посвященная праквити, посвященная, как бы, методологии аюрведы в целом, да, то есть это было несколько водных лекций по источникам аюрведы, где я пытаюсь объяснить, как же, каким же образом нужно ее правильно изучать, для того, чтобы это изучение было совершенно справедливым, так скажем, во всех смыслах. Поэтому сегодня возьмем с вами два источника, вот, это, ну, может быть, покутно, отвечая на ваши вопросы, вопросы можно будет писать в чате, можно не стесняться, что времени у нас достаточно, и я попробую ответить на ваши вопросы, исходя из традиционных текстов, да, потому что все-таки само слово аюрведа, да, оно появляется в текстах о медицине, то есть до появления медицинских текстов, до появления, скажем, чарок, самхиты, которая где-то появилась во втором-третьем веке до нашей эры, то есть получается больше двух тысяч лет назад, вот, существовали медицинские знания разбросаны в других текстах, в самих ветах, в лидийской литературе изначальной, от харва-веде прежде всего, но это нельзя было назвать аюрведой, потому что это просто определенные медицинские знания. Само слово аюрведа и все, что с ним связано, оно все-таки уже исходит из понимания классических канонических текстов. И то определение аюрведы, которое дается в первой главе чарок, а самхиты говорит, что предметом аюрведы является изучение по большому счету четырех вещей. Это аюрведа отвечает на вопрос, какая жизнь является полезной или бесполезной, затем, второе, это что является счастливой и не счастливой жизнью в согласии с аюрведой. Третье, это изучение того, как сделать свою жизнь полезной и счастливой, то есть буквально, что является полезным или вредным для долголетия, для жизни, что, собственно говоря, и описывается словом аюс. Слово аюс означает дживана париманом или дживита париманом продолжительность жизни или долголетия. Поэтому аюрведа или аюшах, аюшо, веда, веда знания, знания или веда, посвященные долголетию. И поэтому она описывает то, что полезно или вредно для долголетия. И четвертое, это мана или способность определить продолжительность жизни. Это делается нескольким способом. Это отдельная история. И вот поэтому сегодня по большому счету наша лекция будет укладываться в рамки как раз третьего пункта, названного мной, что является словом, что называется словом гита. Хита – полезным и, соответственно, агита – неполезным. И исходя из этого, нужно сразу понять, что является полезным или неполезным. Есть, конечно, какие-то субстанции, которые априори являются более вредными, чем другие. Но, тем не менее, исходя из того, что дается в классических текстах, о штангах, и до яс, амхите в том числе, говорится, что любая субстанция этого мира, она может быть использована в лечении тех или иных болезней. Важна лишь доза, способ приготовления и так далее. Поэтому нельзя сказать, что какое-то вещество абсолютно вредное. в этом великая мудрость июрведы заключается. Поэтому, если мы будем изучать классический текст, мы увидим, что июрведы описывают практически все субстанции, все, так называемые, дравья, вещества, которые существуют в этом мире. И каким образом их можно использовать. Да. И вот. И поэтому сегодня мы будем об этом в большей степени говорить. И вот этот вопрос «Какая пища является полезной или вредной для человека?» задается Чарка Самхити, который, по сути дела, представляет собой изложение диалога между Атреей, великим мудрецом прошлого, персонажем различных произведений и его учениками. И один из его учеников задает вопрос «Скажите, пожалуйста, какая пища является вредной или полезной?» На что, соответственно, Атрея отвечает, что на самом деле самым правильным ответом на этот вопрос, который, в общем, не подлежит какому-либо осуждению, не имеющий противоречий, пища полезная является в том случае, если она соответствует двум условиям. И выполняет два условия. Первое условие это то, что эта пища не должна выводить три Доши, которые находятся в теле в состоянии равновесия, то есть имеются в состоянии природным, в своем практике, то, что мы называем. Второй пункт, то, что если Доши вышут через равновесие, она их приводит вот в это динамическое равновесие, которое можно называть, говоря языком ултрокэнона, да, можно назвать великого британского физиолога, гомеостазом, да, то есть Доши так или иначе в теле при рождении формирует определенный тип тела или прокрити, этот тип тела никогда не меняется, подобно нашим генетическому аппарату. Он всегда остается таким, как и был. Вопрос лишь в том, что Доши могут выходить из равновесия, это естественное состояние. Если мы позадумаемся о том, что является главной характеристикой Доши, то ответ будет это то, что Доши способна вызывать заболевание, то, что называется словом арамбхакатва, то есть арамбх буквально означает начало чего-либо, или приложение усилий для достижения чего-либо. Поэтому главной характеристикой Доши является то, что она может уходить из равновесия и вызывать болезни. Это ее естественная склонность. Во второй главе Аштангхаридайсанхиты можно встретить такой интересный совет. Это глава посвящена режиму дня. Там говорится, что даже к врагам нужно относиться по-доброму. и там сравнивают врагов. Комментария Венадатта сравнивает великий врач прошлого, он сравнивает врагов с Доши. В принципе, враги, они могут просто быть, существовать, но они не всегда прикладывают какие-то усилия, чтобы насолить или навредить. Они могут просто быть. Но в какой-то неподходящий момент эти враги могут приложить какие-то усилия для того, чтобы причинить какой-то вред. также и Доши. То есть, в принципе, в каком-то состоянии они существуют. Иногда в своем состоянии равновесия это защищает человека от болезни. Но в какой-то момент времени Доши могут выходить из равновесия всерьез и надолго и вызывать какие-то заболевания, то, что называется векара или викрити. И как раз вот такие характеристики правильной пищи. То есть, она удерживает Доши в состоянии равновесия, в состоянии прокрити. И даже если они вышли из состояния равновесия и формируют какую-то болезнь, пища правильная может возвращать их обратно в состояние прокрити. Это вот единственное определение полное здоровой пищи. Поэтому нельзя сказать полезно молоко или вредно, полезен глютен или нет, полезен алкоголь или что-то другое. Вне зависимости. Сейчас мы рассматриваем этических представлений, нравственных и так далее. И поэтому аюрведа очень широкомыслящая наука, чем, собственно говоря, она и привлекает большое внимание сегодня. В настоящее время и в отличие от других систем древности, все-таки аюрведическая медицина относится все-таки к древнему миру. И вот на протяжении веков, тысячелетий сохраняется к ней интерес, и сама аюрведа живет, процветает, продолжается литературная традиция в аюрведе. То есть выходят какие-то в 20 веке, выходят сотни трудов, освященные аюрведе. Каждый год выходят какие-то книги, которые переосмесляют или реконструируют систему аюрведы более современным языком. Поэтому аюрведа она живеется от живых в системе древнего мира по количеству знаний. Я не говорю только про те медицинские системы, которые уже как бы исчезли. Это шумерская, сапатамская медицина или египетская медицина. Аюрведа превосходит, на мой взгляд, и античную медицину Средиземноморья, и Гиппократову медицину и так далее. Поэтому сегодня мы с вами соприкоснемся с аюрведой. Это даже не исторически важно, это совершенно практично и интересно. И вот два текста, которые я решил сегодня взять. Это Аштанга Хридаян. Или Аштанга Хридаян Самхита с комментариями двух врачей прошлого Арунададты и Химадри. И этой теме посвящено первой книге, которая называется Султ Растхана, или книга, которая представляет содержание Аштанга Хридаян. Главы 5 и 6 посвящены этой теме. Глава 5 посвящена преимущественно жидким продуктам. Она называется Драва, Дравья, Веджняна, Драва, Дравья, Веджняния, то есть или знание, предназначенное для то есть знание, поведанное для блага о жидких Драва, субстанциях, Дравья. И 6 глава, она посвящена уже не жидким, а всем остальным субстанциям. И вот мы поговорим о некоторых из них, потому что за 3 часа, конечно, охватить все невозможно. Поговорим об основных продуктах, которые, на мой взгляд, используются практически всеми людьми и которые составляют основу питания людей. Здесь не будет может быть каких-то понятно, что многие продукты появились уже после написания основных текстов. А вот, например, второй текст, который мы сегодня с вами будем использовать, он называется Бхава Пракаш Аниганту. Аниганту само слово означает справочник, вот такой вольный перевод. Справочник, то есть обычно это специализированные тексты аюрведические, которые описывают во всей полноте свойства пищевых продуктов. Их достаточно много. Самые, наверное, известные это Дхамбанта Аниганту, Раджа Аниганту, это более ранние. И вот самый, наверное, такой аутентичный Бхава Пракаш Аниганту, это 16-17, где-то так. Вот, есть и более поздние из 20 века книги, которые добавляют какие-то продукты тогда неизвестные. Мы разберем основные продукты, которые есть на столах у обычных людей, и свойства которых необходимо знать для того, чтобы использовать это как в лечебных целях, называемая диетология медицинская, так и просто для профилактики различных болезней, для использования ежедневно, для составления собственного рациона. Поэтому ваша задача будет внимательно мне слушать, что-то помечать себе как вам угодно. Тексты в основном даны на санскрите, потому что достаточно сложно порой все переводить, это просто занимает очень много места, времени в текстовом виде, поэтому на слайдах будут в основном тексты изначальные, транслитерированные, я буду что-то пояснять, и потом используя запись вебинара или работу во время вебинара, задание будет такое, если вы знаете свою практику, вы должны будет составить определенный рацион для ежедневного использования с преобладанием тех или иных продуктов, которые подходят вашему типу. То есть при описании продуктов мы будем обращать внимание на действия на доши, например, что принципиально важно для питания по типам пракрити. Также будем обращать внимание на основные свойства классические аюрведической так скажем фармакологии, даже не то чтобы фармакологии, это просто представление о мире веществ. Есть такая наука, которая называется дрявья гуна виджняна, то есть буквально знание о субстанции и ее качествах. И эта наука включает в себя представление о всех веществах, использующихся в терапии, либо в принципе существующих в мире, как комбинацию определенных категорий. Возможно, вам это уже знакомо. То есть первая категория, которая необходимо знать для понимания действия любого вещества, она называется раса или вкус. То есть вкус, то есть то, что ощущается языком, это и есть раса или вкус. Поэтому язык так называется раса на, то есть то, с помощью чего определяется вкус. Это очень важное понятие о расе, вкусе. Существует 6 вкусов сладкий, соленый, острый, горький, вяжущий, кислый. И, соответственно, когда описывает ста или на лекарственное растение, или животный продукт, или минерал, то обычно для него указывают вкус, рас, раса, которая сразу дает определенные представления о действии этой субстанции, этого вещества. Это первое, раса. Потому что все-таки современная медицина, когда мы говорим о том, полезно что-то или вредно, то обычно исследование сводится к выделению определенных биологических активных веществ. Это могут быть достаточно агрессивные вещества, алкалоиды, так называемые, или какие-то другие флавоноиды, кислоты, содержащиеся в растении или где-то еще. И так далее. То есть современный окор делит само растение, выделяя из него отдельные компоненты и пытаясь изучать действия отдельного компонента на организм. А юридический подход не такой. Поэтому часто можно встретить споры либо попытки как-то совместить. То есть тот говорит, это очень полезно, ученые подтвердили. А другой скажет, новой юридии, вот так вот. И поэтому здесь нужно понимать, что разные учения в разное время истории, так скажем, они по-разному смотрят на вещи и на мир. Что-то почему я доверяю юридическим текстам? Потому что эта традиция существует много веков, и поэтому люди были чрезвычайно наблюдательны, смогли изустно сначала передавалось это знание, потом было записано в виде манускриптов. Эти манускрипты были оформлены в виде изданий, и сегодня они нам доступны в виде изданных текстов либо переводов. И поэтому просто могут юридическая наука, так скажем, юридическое знание, современная наука смотреть на вещи немножко по-иному. В чем-то они сближаются, в чем-то нет. Но тем не менее, если мы занимаемся аюрведой, принимаем тот познание, которое она использует, то мы будем пытаться понять именно так, как говорит аюрведа, чтобы хотя бы в этом разобраться. Итак, первая категория мы назвали Тараса, Кус. Вторая категория называется, как вы уже наверняка догадали, Свирья. И Вирья это слово многозначное, но если в контексте юрведы говорить, то вирья это особое свойство вещества, которое совершает действие, которое отвечает за то, чтобы действие было совершено. То есть вирья также буквально означает сила, то есть у каждого вещества есть какое-то особое качество, которое проявлено в большой степени, и это будет называться вирья. Такой упрощенной трактовки, трактовки вабхаты, то есть автора, что он упоминает санхиты, это сам вабхата жил конец 6-го, начало 7-го века, и вот он говорит, что существует как бы две вирья, это два принципиали. Влияние веществ это так называемое охлаждающее или щитовирье, или согревающее, или ушновирье. то есть будем делить вот на эти две вирья. Третья категория, которая, как правило, представлена в классических текстах, это випака. Випака буквально означает випачье Т, то, что переваривает, то, что было переварено, то есть тот эффект, который происходит от влияния вещества после переваривания на организм и выделяет три випака. Соответственно, вот это сладкий випака, это кислый випака и это острый випак. Любая субстанция обладает одним из трех типов и оказывает соответствующее влияние на тело. Обычно влияние випака, випаки, оно влияет на доше тела. Соответственно, сладкий випака увеличивает капху, кислый випака увеличивает пильту, острый випака увеличивает пильту, да, острый випак увеличивает вата доши. И влияет на как бы утяжеляет тело, гуру, либо облегчает более легким, то есть обладает таким катаболическим эффектом. Это соответственно вакху. И вот випака мы видим также в текстах часто указывается. Есть определенные закономерности превращения определенных вкуса в определенный випака. Это называют так называемые саманье, пратьяя раптха, пратьяя раптха, то есть когда, например, сладкий вкус дает сладкий випак, кислый вкус дает кислый випак, и так далее. Есть вичитра пратьяя раптха, это когда продукт обладает определенным свойством, то есть когда вкус сладкий, например, и по логике вещей не должна быть холодная вири, и он дает горячую вири. Это противоречит логике, это называется вичитра пратьяя раптха, и некоторые продукты обладают этим свойством. вири, меня звали расу, вири, випака, есть такое понятие как гуна, это особое качество продукта, вэра, которым он может осуществлять свои действия. Как правило, выделяют 10 пар этих качеств, 10 пар, гун, 20 всего, которые противоположны по своим свойствам друг к другу, такие как например легкий, тяжелый, влажный, сухой, холодный, горячий, резкий или вялый, густой или жидкий, стабилизирующий, текучий, подвижный, неподвижный, шероховатый и гладкий и так далее. 20 пар качеств и вот эти гуны иногда тоже в классических текстах отмечаются. Есть также пробхавы или особое свойство, это когда мы видим какое-то свойство субстанции, мы его не можем объяснить ни каким из ранее названных факторов. То есть и вкус известен, и вирия, и випака, и гуны его какие-то, но он оказывает какое-то совершенно неожиданное свойство, действие какое-то на тело, и тогда мы говорим, что это прабхава. И вот по этому принципу построены юридические тексты. То есть они не говорят, какие вещества содержатся в нем. Они говорят о влиянии, то есть они говорят о этих качествах, которые сейчас названы. Идем дальше. есть так называемые известные 8 ашта витхи правил или наставлений указаний ахара, касающихся пищи. Ашта ахара и витхи. То есть это 8 правил, которые нужно знать для того, чтобы правильным образом подобрать рацион. И вот здесь они на слайде представлены. Если хотите полюбопытствовать, можно отыскать статью, она тоже выкладывается. И она представлена в книге, которая называется «Аюрведы. Источники характеристика». Написанная с авторством Михаилом Милверовичем Субботяловым мною. И там как раз статья представлена. И в принципе она есть в открытом доступе в аюрведической диетологии. И там как раз мы эти подробные эти 8 правил объема пищи описываем. И почему это принципиально, я их просто назову, особо не углубляясь. То есть первым фактором является не что иное, как свойства пищи или пракрити, природа пищи. То есть когда мы пытаемся понять, чем же нам питаться, нам или нашим пациентам, допустим, то мы должны понимать природу пищи. То есть ее некие неотъемлемые качества, которые никогда эту природу не меняют. То есть кокоголь он всегда сжет. И так далее. То есть то, что обладает присущностью к субстанции. И здравия к этой субстанции какие-то качества будут неотъемлемы к ней. Их нельзя отнять. И вот эта связь между ними называется самовая и присущность. И поэтому должны знать, допустим, молоко. Какое пракритие молока? То есть не конституция, а вот именно природа, слабхава. Вот такое холодное, сладкое, питает тело, увеличивает семя и так далее. Или, допустим, алкоголь. кислые по вкусу, кислые випаки, горячие поверье и так далее. Повреждает отжас тела, обладает 10 качествами, повреждающие 10 качеств отжаса. И так далее. Мы, зная природу вещества и зная природу человека, можем соответственно правильным образом подбирать рацион питания. Известное правило, которое представлено в первой главе Чарака-Санхиты и в первой главе о штангах Редаян. Говорится о том, что подобное усиливает подобное. И поэтому Аюрведа, по сути дела, за исключением некоторых отдельных случаев, она является аллопатической медициной. То есть она противодействует изменениям, противодействует чему-либо с помощью противоположных свойств. То есть правило гласить следующим образом. В Редги Самана Сервейшан Репаритар Репария. То есть от подобных Самана возникает В Редги, то есть в рост или увеличение подобного. Ну и здесь имеется в виду Дош, трех Дош тела, семи тканей тела и мал тела или нечистот. Вот. То есть основные три малые существуют, три нечистот есть некие дополнительные. И соответственно тем, что противоположно по качествам им, это вызывает их уменьшение. Это очень важный принцип, он лежит в основе всей аюр-везы. Вот это основная, скажем так, основная чекица сутра такая, то есть лечение каким образом происходит. Вот, если избыток допустим капха-доши, то есть качество капха-доши, то мы можем соответствующим образом подобрать нечто противоположное. Что подобрать нечто противоположное, нужно понимать, какие продукты, какими свойствами обладают. И вот, и поэтому по сути дела мы сегодня будем заниматься этим. будем изучать различные пищевые продукты, их природу, их практики. Помимо этого существуют важные моменты карна или изменения и преобразования свойства. То есть карна означает процесс приготовления, также процесс некой обработки, пахтания, отделения, допустим, жира из йогурта, да, то есть приводит, превращает датхи в такру, например, такие продукты. Вот, или, допустим, варка, поработка огнем и водой. Вот, и это все приводит к определенному изменению субстанции. То есть, по сути дела, под влиянием некого фактора происходит изменение качества продукта. Это тоже важно понимать. сочетаемость пищевых продуктов, йога, также в Аюрведе подробно описаны комбинации продуктов, которые не рекомендуются, да, так вызывают различные болезни, но по ходу мы какие-то будем упоминать. Важным фактором является количество пищи, сколько человеку необходимо употреблять пищи. Вот, это, конечно же, зависит от пракрити пищи, от природы ее, и главное этих факторов легкая она или тяжелая для усвоения, для переваривания. А, если вам любопытно, то можно вспомнить известный такой блуждающий текст, появляющийся то в одном тексте, то в другом, что можно поделить объем желудка на 4 части, 2 заполнены твердой пищей, 1 часть заполнены жидкой пищей, и 1 часть заполнить пустотой, оставить место для движения ваты, ваюсамчарана, что называется. Вот, и тогда, и как узнать одну часть, ну, примерно, это 1 пригоршня 2 сложенных рук вместе, то, что называется анджели. Вот, соответственно, прием пищи на 1 раз составляет примерно 2 пригоршни твердой пищи, одну пригоршню жидкой, и одну пригоршню нужно оставить пустой. Такое своеобразное измерение объема желудка. Вот, и, соответственно, если пища употребляется тяжелая, гуру, то вставать из-за стола нужно до полного насыщения, то есть, когда человек еще чувствует некий голод, но, зная природу продуктов, зная их практики, зная, что они тяжелые, обладают качеством тяжести, гуру, гуной, то, соответственно, человек должен встать из-за стола, когда он только наполовину насытился. Вот, если же продукт лакху, то можно есть до полного насыщения практически. И поэтому, если мы не знаем, опять же, свойств пищевых продуктов, мы не знаем о том, что мы сейчас едим это гуру или лакху, например, бытует мнение, что бобовые, допустим, они тяжелые по свойствам. Вот, или что есть тяжелые по свойствам. То есть, это неправильно совершенно. Поэтому очень важно знать четко свойства пищевых продуктов. А дальше влияют место и время, то есть, влияет территория, на которой человек проживает. Вот, и влияет время, имеется в виду возраст, время года, сезоны влияют, влияют время болезни или здоровье, то, что здоровому можно употреблять подчас больному не рекомендуется. Дальше определенные правила приема пищи, то, какая должна быть пища, как ее правильно принимать. И заключительный пункт, да, это сам человек, который принимает пищу. То есть, имеется в виду его качество, его свойства, его прокрити, его привычки. Есть такое понятие, как саатмья. То есть, саатмья, буквально, имеющая ту же самую природу, нечто, согласующееся по своей сути, по своей природе с человеком. Саатмья означает то, что используемое постоянно не вызывает болезнь. Иногда так происходит, что саатмья может стать все, что угодно. В силу просто постоянной практики использования этого и выработки определенных привычек. Например, саатмья возможно, скажем, к ядам. То есть, если человек употребляет яд в малых дозах, то со временем он становится к нему нечувствительным. То есть, подобно к десенсибилизации при аллергических состояниях или, допустим, употреблении алкоголя. То есть, современным языком мы можем сказать, что происходит приспособление, то, что называется адаптация, приобретение новых качеств, которые позволяют организму привыкать к тем иным свойствам и их нивелировать или устранять. Вот. Это называется око-сатмия, и поэтому очень важно учитывать, что за человек, каким образом он живет, чем он питается в течение всей своей жизни. Потому что аюрведа все-таки говорит, что необходимо очень последовательно, постепенно переходить от одного типа питания к другому. То есть, падая, 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 то есть, по чуть-чуть, посторожно. Это очень важный принцип постепенного отказа и отлетения новых привычек, образа жизни или пищевых привычек соответственно. Ну вот, это некая вводная часть, которая необходима для понимания. И мы идем дальше. Вот. И так как эти источники неганта, так называемые, то это словари-справочники, которые описывают свойства не только продуктов питания и лекарственных трав, они, конечно, обязательны к изучению любым человеком, который пытается заниматься аюрведой для того, чтобы он мог представлять, как же влияет то или иное растение, тот или иной продукт питания. И здесь есть вот замечательный текст. Танегантуна виновой йо витван якранам вина аюдам чавина йодра траю гас и сабхадженам что три вещи троица достойная смеяние достойно для того, чтобы разделить смех других. Первый это врач вадия вадия буквально тот, кто обладает знанием вадия без знания неганта то есть вот этих словарей справочников. То есть врач назначает какое-то лекарство, но он даже не знает какие лекарственные средства входит в состав этого лекарства, не знает свойств того или иного лекарства, то есть так назначает где они походе. Такой врач достойно смеяния говорится, или не знает каким образом правильно значит диету с тем или иным заболеванием. Любая хорошая книга справочник по лечению заболеваний в аюрведе, более поздние тексты, такие как например Вринда Мадгава или Чакрадатта или Бхайшаджи Ратнавали все они все эти тексты описывая лечение различных заболеваний они также всегда в конце или в начале главы они всегда описывают правильное питание каким образом человек должен питаться. Даже не зная конкретных правил предписания для отдельной болезни, уже понимая природу человека, природу болезни и как известно не бывает болезней бездождь, потому что у болезни как известно есть несколько причин, категории причин и можно выделить две основные это отсроченные причины и непосредственные причины болезни. Отсроченными причинами болезни являются такие три причины как совершение неправильных действий которые противоречат разуму здравому смыслу шастрам то есть священным писанием писанием текстом что называется праджня аппарат это нарушение работы органов чувств то есть их неправильный контакт с объектами чувств недостаточный избыточный извращенный и изменение сезонов кода это отсроченные причины которые в свою очередь вызывают изменение трех дош и три дош называются непосредственными причинами то что называется анны крыш это неданом неданом буквально означает то что обязательно дает свой результат то есть недана это причина причина недана может в широком смысле использоваться как причина в принципе а может использоваться в медицинских текстах недана это прежде всего именно причина болезни и поэтому говорится что лучше не лечить болезнь вовсе тоже есть такой известный текст чем лечить больного не назначая правильно диеты это текст который называется Субхаши Таратна Бандагара там приводится этот текст где говорится об этом поэтому врач должен иметь представление о правильном питании и о неких законах которые здесь описываются второе это мудрец или ведван то есть знаток эксперт имеется ввиду знатоки всегда если мы посмотрим традиционную культуру то знатоки всегда означают знатоки шастер знатоки писания потому что все дисциплины были изложены в писании будь то театральное искусство музыкальное искусство медицина астрология архитектура или градостроительство этические законы юридические законы социальные какие-то вещи они все изложены в соответствующих писаниях в соответствующих разделах поэтому ведван или знаток эксперт не знающий грамматики якором санскритской ну или любой другой то есть не умеющий читать понимать каким образом да он может стать знатоком практически невозможно подобно тому как в средние века в университеты принимались лишь люди которые изучили 7 благородных искусств или 7 свободных искусств вот и одним из них первыми тремя то есть необходимо было быть грамотным там то риторика способность как раз наличиво носить какую-то идею и диалектика или способность логически осмыслять то или иное то есть человек только изучив эти 3 и 4 другие дисциплины алгебру геометрию музыку вот он имел право поступать в университет да поэтому подобно этому конечно человек неграмотный может быть на таком ну за исключением каких-то отдельных случаев духовного смысла когда просто изнутри человеку открывается знание и 3 человек который попал в эту троицу да это соответственно воин йодхр йодха тот кто сражается кто воюет да без оружия воин без оружия или в других текстах встречается вариант лучник без лука то есть человек не может воевать если у него нет оружия вот можно лишь посмеяться вот и поэтому очень важно врачу или консультанту знать свойства продуктов и лекарственных растений и так с чего мы начинаем есть разные группы продуктов и мы с вами сегодня разберем зерновые основные это основное зерновые являются основой базисом питания потому что когда описывается тем питания говорится что питание должно быть каждый прием пищи должен быть обязательно все 6 вкусов шадраасом но в большей степени то есть должен быть представлен сладкий вкус сладкий вкус это основа питания и конечно же все зерновые в основном обладают сладким вкусом и зерновые являются основой питания без зерновых практически не видится юридическим текстом здорового человека есть различные системы питания которые предписывают скажем питание в основном овощами сырыми в том числе это все не находит откликов юридических текстах критикуются то есть использование избыточного количества овощей сырых и вареных не имеет значения без достаточного количества зерновых это приводит к различным нарушениям здоровья ломкости костей нарушение состояния кожи волос моктей нарушение интеллекта памяти быстрой старости и так далее поэтому юрведа говорит что основным все таки является использование зерновых вот как если как-то есть такая поговорка или пословица если хлеб на стол то и стол при стол а если в общем хлеба нет то в общем и смысла в таком столе нет да то есть поэтому вот это зерно возделывание зерна очень важная вещь и наверное одним из самых популярных продуктов является рис и сортов риса достаточно много но мы с вами опишем два основных то есть это обычный рис который зреет свой срок в течение нескольких месяцев есть рис который достаточно быстро созревает в 60 дней называемый рис шаштика по сути делает тот самый рис который мы в правило употребляем обосмате жасмин или краснодарский особо не имеет значения вот это все сорта риса который долго созревает вот есть конечно сейчас благодаря различным компаниям занимающимся пищевыми продуктами получили доступ и к разным другим сортам риса таким как например бурый рис или красный рис бурый дикий рис смеси различные вот но красным рисем немножко скажем вот а в основном конечно белом как наиболее часто встречающимся и вот о штангах рядаян говорит что рис сорта риса белого обычного риса что они имеют сладкий вкус сваду раса и они же имеют по карасам то есть они сладкие по випаке и зная об этом мы сразу знаем зная качество сладкого вкуса о том что он питает все ткани тела полезен для детей стариков для питания тканей и так далее изучив тему сладкого вкуса мы все это знаем вот мы можем сказать сразу о его свойствах сладкий випак тоже можем сказать поэтому а его свойства на тело то что он утяжляет тело и так далее следующий это сниктха то есть маслянистый или влажный то есть сниктха это качество гуна риса то есть он увлажняет тело поэтому уже исходя из первой строчки этого текста можно сразу сказать что рис будет очень полезен для тех кто сух худ вот конечно для вата типа вот следуем дальше варшья это особое действие субстанции или карма то есть само слово варша в корне варши происходит означает лить проливать а варша это бык или буквально тот кто проливает семя а варшья означает то что полезно для этого свойства то что то что обладает этим свойством то есть варшья это увеличение половой силы то есть половой силы и увеличение количества семени его качества мужского только женского то есть то что иногда называют афродизиаком вот то есть имеется ввиду что афродизиак это помните афродита да она вышла из пены морской, которая увеличивает эти сексуальные какие-то характеристики человека. И рис ими обладает. Это как раз к вопросу, допустим, о препродуктивном потенциале, зачатии. Просто иногда неправильное питание, ущербное, то есть в силу каких-то концепций, которые могут витать в современном обществе. Очень важно правильное питание для того, чтобы поддерживать в том числе и репродуктивную функцию. Следующее свойство – бадхао-повар в часах. То есть буквально тот, от кого происходит уменьшение стула и его бадха, то есть буквально связывание или уплотнение. То есть рис обладает способностью несколько закреплять. То есть еще очень важно, как рис приготовлен. То есть есть разные блюда из риса, в зависимости от того, в каком количестве он смешивается с водой. И в зависимости от этого соотношения рис может либо закреплять, либо послаблять. Но тем не менее сам рис, мы имеем в виду сваренный с помощью воды, огня, имеется в виду такого тепла, вот такой подсушенный, такой обычный рис, то он уменьшает количество стула и уплотняет его. Это также полезно при различных нарушениях пищеварения. Есть, например, так называемая грахония Доша, то есть это такое заболевание, которое связано с нарушением всасывания, то есть синдром манабсорбции сейчас называется. Вот. И так далее. То есть рис тоже может быть полезен. Вот. Следующее качество. Коша и анураса. То есть это означает, что главным вкусом является сладкий, а второстепенным является или анурасой, то есть та, которая следует за основным вкусом, это кашая. Кашая означает вяжущий. То есть рис он слегка вяжет, что делает его очень благоприятным для использования, скажем, людьми вата, ой, людьми пита и капха конституции. Вот. Следующее это патхья. Патхья означает буквально то, что полезно для здоровья. То есть патхья означает категорию продуктов, которые всем полезны. То есть есть такое понятие, три виды субстанции существуют в аюрведе, может быть, вы уже это слышали. Есть такие субстанции, которые называются шамана или успокаивающая, есть субстанции, которые называются копана или возбуждающая Доши, то есть приводящая к болезням. А есть субстанции, которые называются свастахитам или полезны для здоровья. И вот категория патхья по смыслу очень похожа. То есть рис можно употреблять всем. И дальше говорится очень важная вещь, говорится лакхавах. То есть это означает, что все сорта риса, такого белого, они лакху, если неправильно приготовлены. То есть, в принципе, можно с помощью приготовления добавить им тяжести. Сварить рис в молоке или с сахаром. В сиропе, конечно, но сделать сладкий рис такой очень. Или его не доварить, или наоборот, чтобы он был такой переваренный, влажный очень. Мы можем его утяжелить искусственно. Но в принципе рис он лакх, он легкий. И что означает качество легкости? То, что, во-первых, ну, во-первых, это главное. То, что он облегчает, то, что он легкий для усвоения. То есть обычно есть такое мнение, что, например, сырые овощи это что-то легкое, а рис это что-то тяжелое. Это не так. То есть люди иногда путают по влиянию на ткани тела. То есть сырые овощи, действительно, они тяжелые для переваривания, потому что это сырое. Сырое очень сложно переваривать. Вареное гораздо проще, потому что как бы даже с точки зрения современного естествознания, то есть вещества, большие молекулы, которые содержатся внутри, вещества, они под действием температуры расщепляются. У этого есть отрицательные свойства, там, потеря витаминов, допустим. Но тем не менее. И это позволяет очень переваривать пищу гораздо проще нашим пищеварительным ферментом или то, что в Айурведе есть название агни. Агни или огонь пищеварения. Поэтому сырые овощи не питательны, вот, от них очень сложно наесться. Но при этом они тяжелые для усвоения. А рис, он наоборот, в данном случае, он легко усваивается, питает ткань. И дальше говорится следующее, это муттрала. Муттрала в данном случае означает, что рис обладает способностью увеличивать количество мочи. То есть обладает легким мочегонным действием. То есть способствует выделению малых раз нечистот. и хима означает, что рис холодный по своей вере. Если бы мы составляли сейчас табличку, то мы бы увидели, что рис сладкий вкус, сладкий випак, холодное вере и несколько его особых свойств прабха. То, что он афродизиак, то, что он мочегонный и так далее, и так далее, то, что мы сейчас сказали. Вот, и говорится, что среди всех так называемых щука-дганья или всех таких зерновых, которые имеют такую ость или волосок, зерно поделено напополам, вот, называется щука-дганья, среди всех видов риса, другими словами, самым лучшим является красный рис, рак-то-шали. Он тоже сейчас у нас подается так называть красный рис. не бурый, такой дикий, не бурый, не дикий, вот именно красный. Он такой, можно заметить, что он достаточно сухой в сравнении с любыми другими, такой подсушенный рис, поэтому легко переваривается за счет многообразия своих качеств, он все три доши способен уравновешивать. Что, собственно говоря, отражено в этом тексте. Говорится трешна три доша га. Трешна га означает, что он устраняет жажду и он три доши га, то есть убивает, устраняет три доши. Вот поэтому рис является одним из тех продуктов, которые можно и стоит употреблять постоянно, ежедневно. Двигаемся дальше. Еще один вид риса, он у нас не очень распространен. Шаштик или рис кораспелый, но в Индии он часто используется, кто-то там бывает, знает. То есть здесь в принципе очень похоже по свойствам. То есть он сниктхомаслянистый, он грахи или грахи это очень интересно, грахи или санграхи очень интересное свойство. Это означает, что он способствует тому, что влага из пищи она абсорбируется очень хорошо кишечником и тем самым стул делается более оформленным. Иногда при грахане дошу, при нарушении всасывания, нарушении пищеварных процессов, стул очень жидкий и не оформленным становится. И благодаря действию некоторых субстанций можно этого добиться. В том числе риск говорится шаштика именно, грахи. То есть делает стул более оформленный. Он легкий лакху, он сладкий сваду и он три доши гна. То есть три доши гна означает, что он уменьшает три доши. И говорится, что он стхира, то есть стхира означает, что он обладает качеством укреплять тело, делать его более стабильным, таким, уравновешенным, устойчивым, разным физическим нагрузкам и так далее за счет того, что он питает ткань. И он холодный, естественно. Вот. Это то, что касается риса. Следующее это особый вид зерновых, который называется трина дганья или буквально травяное зерно, трава-зерно. И его же называют тучха дганья. Тучха означает ну нечто ничтожное, такое маленькое, не заслуживающее уважения, незначительное. То есть тырнадганья это такое неполноценное зерно. То есть по сути дела это вообще не злак. То есть например, ну то, что нам широко известно, да, гречка например, или проса, с которого пшено делается, да, и разные виды этого проса. Вот, это на самом деле неполноценное зерно, и даже в современной ботанической номенклатуре это просто трава определенного семейства. И здесь переводится название, то есть кангу, кодра, барыш, ямах, это все виды этого проса. То, что у нас широко используется у нас, то вот как раз я бы выделил проса, пшеная каша, да, и гречка, гречная каша. Вот, каких-то вариантов с овощами, или как угодно. Вот, и говорится, что они холодные и легкие. И мы помним, что вата Доши, она тоже легкая, лакху, и она же хима. То есть, ну как, условно хима, потому что вата, говорится, это ветер, и она не холодная, не горячая. Вот, но тем не менее, в Абхата, во штангах Ледаян, он говорит о том, что вата холодная. Имея в виду тот факт, что вата обладает способностью брать качество у других. Например, если вата связана с капкой, то она становится холодной. Если вата связана с питой, то она становится горячей. Это свойство называется йога-вахи. Перенятие качеств. По этому слову, мы считаем вату холодной, в большей степени имея в виду, что чтобы успокоить вату, какой бы она ни была, используется все равно горячая субстанция. Такая природа ватт. И поэтому, когда мы видим сочетание хима и лакху, холодный и легкий, то можно с уверенностью сказать, что вату, вата-доши, эти продукты будут увеличивать. Поэтому, если понаблюдать, то можно увидеть, что люди вата-типа, которые потребляют большое количество этих продуктов, они испытывают некий дискомфорт, например, злутие живота или как раз газы, метеоризм и так далее. Вообще, эти продукты, они не дают такого чувства насыщения, как, скажем, рис, лечмень, пшеница. то есть, эти продукты, эти зерновые, ну, недозерновые, они не составляют основу рациона, могут использоваться иногда, либо в лечебных целях. Что о них еще говорится? Они паванокрытые. То есть, слово павана, это вата, одно из имен вата-доши, одно из имен ветра, потому что является, что ветер, он очищает. корень у, означает очищать. Потом павана, это тот, кто очищает. Паванокрыт означает, что гречка и проса, они увеличивают вата-доши. Ну, в принципе, это исходит из того, что мы чуть ранее сказали. И одно очень важное свойство, это лекханам. То есть, лекханам означает свойство субстанций, которые вызывают похудание. То есть, если мы, например, лечим ожирение, так называемое состояние стхаули, то там есть определенные правила питания при стхаули. И вот, там необходимо использовать продукт, который обладает свойством лекхана. То есть, сами по себе как бы обладают таким отрицательным эффектом. То есть, на их расщепление, переработку тратится подчас больше энергии, чем получается при затем их переработке в энергию. Вот. Гречка и проса, видимо, являются такими продуктами. Вот. И тем самым они способствуют похуданию, похудению. Вот. И, соответственно, капха-питта-хрыт. То есть, они уменьшают капху и питту. Собственно говоря, для них они и полезны. Капху за счет того, что они легкие, питту за счет того, что они холодные. Вот. Это вот то, что касается проса и гречки. То есть, идеально, конечно, в большей степени для капх людей, капху конституции. То есть, хотя мы говорили, что рис можно употреблять, можно, в принципе, пшеницу в какой-то степени употреблять, но для них так идеальненько являются как раз вот эти три надганья или недозерновые. Вот. И еще один очень важный продукт, который для капхи очень полезен. Это ячмень. Ячмень, то есть, он представлен на наших кухнях как ячка, ячневая крупа и как перловка. Вот. Из ячневой муки можно делать различные также блюда. Например, есть так называемые ячневые пироги из ячневой муки. Они называются апупа. На самом деле. Вот. И что, чем ячмень так хорош? Доши. Почему людям капха-типы говорится в Ашнагах Альдаям в той главе, где говорится о Дошу упакрамлении, то есть способности взять Дошу под контроль, регуляции Дош. Предписывается ячмень отдельным пунктом. Чем он так хорош для капхи? Говорится первое, что он рукша. Слово рукша означает то, что он сухой по своим свойствам. То есть именно по влиянию на тело. Потому что есть такое свойство, которое называется щушка. Или щушка означает сухой по форме. То есть форма просто сухая, например, высушенная, пшеница или что-то другое, высушенная, просто сухая. Это не совсем одно и то же. Потому что, например, ячмень, даже если мы его сварим, пировку, например, с большим количеством воды, и он будет такой разваристый, такой очень склизкий, и не будет шушка сухим, он все равно будет рукша. То есть он будет на тело, после того, как мы его съедим, оказывать влияние иссушающее. То есть качество рукши, оно оказывает свойство иссушения тела. Поэтому это очень благоприятно для определенных заболеваний и, например, для капха папхат. Дальше говорится, он щита, он холодный. И он гуру, то есть он тяжелый. Вот, то есть почему это также важно, да, потому что, например, питта Доша, она является у нас легкой, лакху по качеству. И ячмень, он, во-первых, он холодный, во-вторых, он горячий. Ой, во-вторых, во-первых, он холодный, во-вторых, он тяжелый, гуру. Да, например, он питта также уравновешивает. И он, опять же, идеально подходит для лечения ожирения. Потому что для лечения ожирения очень важно поддерживать питание человека, потому что, как известно, диеты и ограничения в пище, они дают очень сильный эффект рикошета. Поэтому очень важно, чтобы пища была гуру и отарпана. То есть, она была тяжелая и малопитательная. То есть, человек употребляет пищу, и его чувство голода, оно гасится, то есть, он наедается. Но в то же время эта пища, она за счет своих внутренних свойств, каких-то гум, качеств, она способна суменьшать массу тела. Это парадокс, в овервейке используется. Вот. Поэтому вот как раз ячмень один из таких примеров. он свабый, он сладкий. Дальше говорится, он сара. Сара буквально означает то, что послабляет, то, что способствует истечению чего-либо. дальше говорится, что ячмень, да, за счет своей сухости, он вид вата крит. Ну, то есть, он увеличивает количество стула, и он способствует увеличению газа в кишечнике. Вата, это не только вата Доша, но и газа. Его тоже будет называться вата. следующее его свойство, это опять же врыщие. То есть, ячмень обладает способностью увеличивать половую силу. За счет того, что он сладкий, тяжелый, да, и семя такое же по свойствам считается, сладким, тяжелым. По принципу подобия ячмень также увеличивает семя, тем самым усиливает репродуктивный потенциал что очень важно. Дальше. Он стхайрьякара. То есть, он придает телу стабильность. То есть, он делает тело крепким, сформированным. То есть, это как раз необходимо для построения тела. Следующее это то, что ячмень, он джаед. Он побеждает, завоевывает, что говорится, мутра. То есть, он уменьшает количество мочи. При этом, он медас джаед. То есть, он увеличивает количество жира. И он пикта-капха джаед. То есть, он уменьшает количество пикта-капхи. Поэтому, в большей степени, конечно, он полезен именно людям двух этих типов конституции. Пикта-капхи. Бывайте, за счет его сухости, он не очень полезен, потому что вата сам по себе сухая, имеет склонности к различным проявлениям этой сухости, слизистых различных, кожи и так далее. Поэтому, и чмень, в большей степени, конечно, для капхи подходит, ну и для пикта также. И говорится о некоторых его медицинском использовании. Говорится о пинааса. Пинааса буквально означает насморк или заболевание пазух с накоплением слизи. Швааса, бронхиальная астма, да, в основе которой лежит закупорка ваты капхой. Да, поэтому устранение капхи с помощью лечения вполне определенного, в том числе использования ячменянка и этического продукта очень полезно. Дальше касса, кашель, кашель и одышка часто идут рука об руку. И урустанха. Урустанха это особое заболевание, которое вызвано накоплением амы, то есть непереваренных продуктов, то есть не формируется должным образом первая ткань тела, раса, которая затем должна превращаться в другие ткани. И вот эта ама, да, она проникает в суставы тазобедренные преимущественно и вызывает нарушение движения в суставах, то есть стамха буквально означает колонна или нечто неподвижное. Уру означает бедро. То есть урустанха это нарушение движения в тазобедренных суставах, вызванных накоплением амы. И чтобы отличить это заболевание от других заболеваний, которые вызывают нарушение суставов, вызванные просто нерватой, а не амой, там проводят определенные пробы, пробы с маслом, с промасливыми. Если у человека урустанха, то масло, как и при любых состояниях, которые связаны с амой, она вызывает утяжеление заболеваний очень резко. Может даже увеличивать боли и прогрессию заболеваний. Поэтому противопоказанием использования масел хоть как, хоть внутрь, хоть наружно является состояние, связанное с амой. То есть помимо урустанха, это может быть например такое состояние, как амвата или ревматоидный артрит или любые другие ревматоидные заболевания или диффузные заболевания соединения ткани. И вот ячмень при урустанхе он полезен. Дальше кантха амая. Кантха означает шея. Шея или горло. И кантхама или болезни шеи. Обычно под этим понимается например галаганда или зо. То есть в аюрведе очень сильно сопряжены заболевания связанные с увеличением массы тела например, сахарный диабет, ожирение и например гипотиреоз. Считается, что гипотиреоз вызван недостатком агнии в организме, в тканях и поэтому необходимо восстановить обмен веществ, используя стимулирующие средства, в том числе уменьшающие капку. Ячмень поэтому тоже конечно используется в диеттерапии гипотиреоза болезни щитовидных жидков. Следующее это твак амая. Твак амая означает болезни кожи и в комментаторы дополняют, что здесь имеется ввиду такая группа болезней как куштха то есть буквально куштха означает стоять находиться ко означает приставка негативного значения куштха означает плохо стоящий плохо находящийся то есть куштха это кожные болезни тяжелые различные экземы псориаз проказы различные формы вот это все куштха и поэтому ячмень также может использоваться диета терапии естественно наряду с основным заболеванием наряду с использованием каких-то лекарственных средств еще один текст про ячмень сейчас он загружается вот здесь в принципе то же самое говорится но еще дополняется что ячмень еще очень важно видите катур випаке то есть он острый по випаку это тоже важно потому что сладкий випак он питает ткань а вот катур випак острый випак он наоборот ткани редуцирует поэтому как раз катур випак уичменя он также способствует редуцированию жировой ткани также говорится что он слегка вяжущий каша что также усиливает это действие вот он говорится еще вранейшу патхе стилават то есть вранейшу означает при различных ранах повреждениях язвах он патхе он подходящий тилават подобно кунжуту то есть имеется ввиду что из ячменя вот сырого в том числе делается там допустим кашица вот и она может накладываться на рану и обладает ранозаживляющим эффектом например в Илиаде Гомера там описывается как сыновья Махаон и Подолирий один из них хирург другой терапевт сыновья Асклепия бога врачевания то есть во время сражения они накладывают на раны героям сражающимся при трое как раз используют ячмень например помимо этого другие средства используют вот там козий сыр там и так далее но тем не менее такой любопытный факт вот баху вата много газов мы сказали вот что он еще делает так говорится он агнекрит то есть ячмень усиливает огонь пищеварения причем агни это может быть агни раз то есть в июрведе выделяют несколько огней пищеварения несколько типов огня то есть это не только джатхара агни так называемый или огонь находящийся в пищеварительном канале также это бхату агни или огонь в тканях то есть это огонь который обеспечивает метаболические процессы в клетках тела это бхута агни огонь который позволяет веществам которые перевариваются в кишечнике всасываются проходя через печень согласно именно юрведическим представлениям расщепляют их на различные элементы эти элементы затем уж поглощаются нашими собственными тканями поэтому ничмень агни крыт то есть он усиливает огонь пищеварения и в то же время усиливает огонь в тканях следующее это медга крыт медга не путается словом медас медас означает жир медга означает интеллект медга означает интеллект память способность запоминания удерживания информации ее воспроизведению и поэтому ничмень обладает таким стимулирующим когнитивные способности субстанции говорится сварокрит варнокрит и при этом он усиливает голос полезен для голоса и он варнокрит то есть он улучшает внешний вид улучшает цвет лица вот улучшает внешность в целом кожу качество кожи он сапичхила то есть он очень слизистый и при этом видите да он сухой вот и он стхула велекхама то есть он способствует удалению жира редуцированную жира уменьшение его количества вот и он атирукша то есть он очень сухой вот и поэтому он также шанита питтайох чапрасадана то есть он полезен благоприятен для питтедоши питтедоши и для крови и в том числе для кровотечения при кровотечениях может использоваться при склонности к кровотечениям той или иной природы хоть маточным хоть носовым хоть каким-то заболеванием связанным с нарушением системы гемостаза то есть ячмень обладает способностью уменьшать уменьшать тенденцию кровотечения вот это ячмень возьмите пожалуйста на заметку его вот то есть это очень важное зерновое которое питает ткани тем не менее оно тяжелое питательное в то же время оно уменьшает жир то есть это первое что нужно назначать питание увеличение количества чего при сахарном диабете ожирении гипотеозе и так далее и чмень в этом плане конечно спасение следующий златный отъемлемый который нам встречается это пшеница это пшеничная крупа это мука мучные изделия в том числе это макароны всеми любимые это булгур это кускус ну за исключением каких-то в принципе полба которая как-то с помощью каких-то маркетинговых маркетинговых так скажем акций сейчас очень популярно то есть в принципе это все к пшенице нужно отнести значит аштанга хридаям гласит говорит что в рыщьях щи тагурух снегдга дживана батапит таха что пшеница она в рыщья стоит на первом месте то есть это означает что она афродизиаком является то есть опять же она репродуктивный потенциал усиливает вот то есть это необходимо учесть для правильного питания во время беременности при подготовке к беременности при кормлении и так далее пшеница должна присутствовать щита она холодная по своим свойствам по своей вирии то есть она вата пита дошу уменьшает гурух но при этом она тяжелая это вату и питу уменьшает сниктха она маслянистая увлажняет тело увлажняет ткань очень полезно для ват дживана то есть она наделяет отжесом жизненной силой отжес это некая незримая сила которую мы отождествляем с иммунитетом в том числе то есть то что позволяет буквально отжес это сила существовать организму вот и поэтому дживанам понимать именно дживанам увеличение жизни то есть отживатам увеличение отжеса также пшеницы и вата пита ха то есть устраняет вату и питу как как она относится капхи видите здесь не написано вот и прямая логика говорит нам о том что ну раз она холодная маслянистая тяжелая по всем свойствам совершенно совпадает с капхой она капху должна увеличивать и в принципе мы встречаем такие изречения в различных текстах ведических ну по юрведических некоторых но в самой штанге хридаям вабхата все-таки он настаивает на том что пшеница хотя и сладкая вот тяжелая маслянистая она капху не увеличивает то есть она к ней равнодушна то есть то что называется удасина есть такой текст который называется сидха мантра текст сидха мантра он описывает категории влияния на различные доши субстанция которая может например вату увеличивать питту уменьшать капха равнодушны вату питту и капха увеличивать и вот очень много комбинаций таких чем он интересен сидха мантра тем что там вот есть категория удасина или равнодушны вот и поэтому большое благо для нас то что все-таки пшеница годума она для капхи равнодушна поэтому по сути дела ее можно использовать все три души единственное конечно если мы берем пшеничную муку смешиваем ее с маслом с сахаром вот и все это становится усиливается качество маслянистости тяжести то это неблагоприятно для капхи очевидно но тем не менее сама пшеница в такой форме как булгур или пшеничная каша она вполне допустима сейчас тексты разбираем и прервемся значит сандханакарин сандханакарин означает то вещество ту субстанцию которая способствует например в комментарии говорится что это способствует сращению сломанных костей тоже очень важно то есть она обладает большим питательным потенциалом и поэтому необходима для этого вот она сладкая мадгура она сара слегка послабляет то есть нормализует стул что очень важно также и ну это конечно это не мука пшеничная естественно сама пшеница пшеничная булгур вот то есть большое количество клетчатки вот которые содержатся и конечно если это особенно цельное зерно то он стимулирует кишечник москотовый кишечник и стхайрекрит дает телу стабильность крепость его прочно его формирует сейчас мы с вами разобрали некоторые зерновые да еще скажу такой момент что зернобобовые такой термин он не очень легитимен так скажем да то есть обычно то есть аюрведическая номенклатура да и любая другая ботаническая делит на зерновые и бобовые вот зернобобовые это непонятная категория почему два совершенно разных вида продуктов объединяют в одно поэтому разбираем сейчас зерновые они тоже они называются шукодганье ну или трина дганя да вот эти вот они это зерновые дополнительно и шимби дганя шимби дганя бобовые и вот из зерновых еще кукуруза популярна в принципе кукурузная каша и так далее тоже это используется частенько говорится что махакая буквально тау которая большое тело кукуруза она дает насыщение трептикара то есть она как бы сытная сама по себе вот но при этом она ваталах то есть она увеличивает ватадушу вот и капхапитта хрыт то есть уменьшает капху уменьшает питу помимо этого она обладает характеристикой рукша или сухая и потому она виштамбх джанак это означает что кукуруза она вызывает такое состояние как виштамбха состояние виштамбха это состояние вздутия живота с появлением в нем различных звуков типа гудгуда шабда описывается в классических источниках гудгуда шабда вот когда бурлит в животе и из-за вздутия живота немножко нарушается процесс мочеиспускания дефекации вот ложные позывы например могут быть или что-то в этом духе вот это называется виштамбх его кукуруза в силу своей сухости да она виштамбх джанак она камала то есть она мягкая сама по себе понятно что даже в принципе кукуруза сырая она не такая скажем ячмень да и она ручьи пушти крит то есть она дает упитанность и она вкусна то есть она дает вкус к себе то есть она ручьи крит то есть она вкусная вот предвосхищаем вопросы некоторые овса как такового рожь я думаю она близка как пшеницы вот а овса как такового не описано потому что культура нетипичная для этой территории вот но я думаю тоже близок больше к рису пшеницы чем к ячменю следующая группа продуктов это бобовые тоже неотъемлемая часть питания людей особенно тех кто придерживается вегетарианской диеты среди бобовых описываются несколько видов которые мы часто используем к сожалению некоторых нет красной фасоли белой любой фасоли мы не находим ее поэтому будем ориентироваться на общие свойства бобовых то есть сначала мы опишем их общие свойства потом отдельно каждый вид из наиболее часто встречающихся вот там если он обладает какой-то вишейшей то есть какой-то отдельной дополнительной характеристикой которая отличает его от других значит каковы основные свойства бобовых вибандха крит то есть вибандха буквально означает затор затык ну некое связывание вибандха крит означает то что он обладает способностью закупоривать каналы для движения вата доши вот также бобовые главный вкус их раса это кашаем то есть вяжущий вкус то есть бобовые они вяжут поэтому они очень хорошо подходят для пита и капха конституции сваду второй как бы вкус может даже не добавочный а вот делище первое место это сладкий то есть бобовые они сладкие и вяжущие одновременно тоже соответствующие можем сделать выводы то есть они обладают способностью питать ткань тело следующее свойство это самграхи самграхи я уже говорил это способность закреплять делать стул более оформленным способствовать всасыванию жидкости из скажем химуса и потом кишечных каловых масс дальше бобовые они карту паком то есть они острые после переваривания что помогает редуцировать ткани тела вот и поэтому они могут быть использованы например при увеличении капха доши или при ожирении также и они холодные хима и лакху легкие вот это важно то есть большинство бобовых они легкие не тяжелые многие считают что бобовые они тяжелые в пищеварении есть несколько бобовых которые тяжелы вот но они чуть позже скажем в массе своей бобовые они легкие поэтому раз они холодные легкие острые повипаки вяжущие закупорку каналов вызывают что естественно они вату будут увеличивать и дальше говорится медах шлешма астропитэшу гитам то есть означает что бобовые полезны для тех у кого много жира то есть они редуцируют жир они шлешма при увеличении большого количества капхи то есть для людей страдающих болезнями капхи либо для капхопраклити и астропитэ это кровотечение при кровотечениях бобовые могут быть использованы просто имеется ввиду внутрь при кровотечениях склонности к этой патологии бобовые они в пище сохраняются и также хитам то есть они полезны в виде пищи но также в виде двух форм лепа лепа означает прилеплять да то есть это некие припарки компрессы и упасека ну и комментаторы по-разному это слово читают один комментатор говорит что упасека это как раз имеется ввиду в блюдах то есть в виде пищи а второй комментатор говорит что упасека это вот что-то типа косметических процедур то есть например вот эти уптаны всем наверное уже известны уптан это состав особый из перемолотых бобовых с добавлением перемолотых зерновых которые используются в косметических целях в виде масок и также для очищения тела после например масляных процедур апьянги и так далее паришеки и других вот бобовый поэтому очень ценный продукт особенно для людей капха и пита конституции вот по мнению аштанга хридаян самым лучшим из бобовых является так называемый мунгдал на санскрите он называется мутга мы обычно его видим в таком варианте товарном как мунгдал а на рынке мы обычно его покупаем как зеленый маш там есть некоторая путаница в терминах но тем не менее зеленый маш иногда он лущеный бывает иногда в кожурке вот это как раз есть мунгдал вот он считается самым лучшим почему потому что он алпачала то есть он вату уменьшает лишь в небольшой степени в отличие от других бобовых то есть поэтому в принципе его можно есть всем то есть он подходит для каждодневного употребления и из бобовых очень хороши так называемые далы общее слово дал означает буквально дробленый то есть дал это блюдо это суп из дробленых бобовых любых хоть горох хоть зеленый маш хоть урат дал так называемый маша урит дал еще называют без разницы с добавлением обычно классический дал делается с добавлением гималайской розовой соли асофетиды и имбиря свежего это классический рецепт дала и в виде дала он очень полезен и можно именно мунгдал зеленый маш использовать ежедневно и тут же в противовес ему говорится калая калая это садовый горох пизум сативум то есть тот самый горох который вот мы выращиваем на даче либо покупаем консервированный в банках вот он ати ватала то есть он очень сильно вату увеличивает поэтому для ваты является неблагоприятным дальше чанака чанака это нут то есть бараний горошек не помню как его называют в средней Азии вот это такой коричневый достаточно большого размера округлый горох тоже часто стал использоваться и весьма неплох то есть он тоже обладает способностью увеличивать вату вот как и все другие бобовые потому что он сухой но при этом он полезен например при кровотечении у него есть и другие еще свойства нута в зависимости от способа приготовления его жареный он например или нет вот там и так далее и так далее с баа пракаша ниган то об этом подробно говорится вот именно о нуте в различных способах его приготовления следующий бобовый это я решил включить его в эту презентацию да это так называемый далихос бифлорус далихос почему называют он тоже стал продаваться в супермаркетах крупных и на санскрите он называется кулатха или лошадиный горошек вот он используется больше как медицинское средство но тем не менее если вдруг вы хотите разнообразить свой рацион какими-то бобовыми то вот здесь используется описанные его свойства так говорится что кулатха вот виды которые относятся к этому названию бобовых они горячие что в принципе не свойственно для бобовых они холодные обычно он обладает кислым випакой поэтому он обладает способностью например говорится он устраняет уменьшает количество семени потому что кислый випак вредит семени он способен устранять камни из семи выносящих протоков то есть есть так называемый шукрашмарий один из видов так называемой мочекаменной болезни ну как бы он относится конечно не к мочекаменной в смысле что это образуется в мочевой системе а вот именно в семенных канальцах семенные камни образуются вот он способствует их устранению также полезен при одышках различного рода что называется шваса бронхиальная астма например и пенаса это вот различного рода насморки он также устраняет кашель арщах арщас это геморрой а также капху капхадошу и ватадошу ну поэтому он используется иногда как лекарственное средство но что следует отметить что он пита астрада что он в достаточно значительной степени он увеличивает способствует кровотечения в большом счете поэтому с ним надо быть осторожным следующий вид бобовых это маша почти как женское имя маша это так называемый урид дал или урат дал то есть он такого же размера практически как зеленый маш но у него черный цвет иногда он такой ущеный продается уже так называется урат дал или урид дал вот этот особый вид бобовых который отличается от всех других в чем его отличие он очень маслянистый сникдха что для бобовых не характерно бобовые как правило сухие дальше он способствует он наделяет силой бала бала это очень интересное понятие в июрведе но как правило мы можем свести его в двум нюансам первый это дает физическую силу например маша используют для откармливания в кавычках каких-то тяжелобольных пациентов которым нужно сначала вернуть силу то есть изможденных болезней или чем-то еще после выхаживания больных после тяжелых заболеваний инфекций вот это балл просто физическая сила сила мышц тела цело а второй аспект балла это иммунитет то есть способность сопротивляться инфекциям есть статья в интернете можете найти под моим авторством дружинин концепция баллы в аюрведе такая небольшая статья там на пару-тройку листочках вот где привожу цитаты из текстов объясняю что такое сила потому что очень часто встречается в медицинских текстах вот именно в контексте дравья гуна виджняны что такое бала что такое сила вот дальше шлеш макара то есть этот ура дал увеличивает капху он малакара увеличивает количество нечистот стула в первую очередь и питтакара то есть он горячий об этом будет дальше сказано поэтому он увеличивает питту и он обладает способностью сара или послаблять он гуру тяжелый что отличает его от других бабулов которые были легкие он ушно горячий все остальные были холодными кроме лошадиного горошка кулахи он уменьшает вату анила хат что делает его очень важно в питании людей которые страдают болезнями ваты особенно это касается вата в ядге то есть болезни которые вызваны только ватой это различные нервные заболевания паралич всего нерва там другие многие другие вот сваду он сладкий и он шукравритхикрыт и шукравирекокрыт то есть он увеличивает количество семени является таким мощным афродизиаком и он также способствует истечению семени шукравирекокрыт вот такой особый бобовый который тоже можно взять на заметку в противовес всем остальным потому что например мы будем говорить что зерновые они в большей степени подходят вати и питти например кроме ячменя капха это ячмень бобовые в большей степени подходят пить и капхи кроме маш маша гурадал он подходит вати вот и таким образом у вас должна сложиться в голове определенная схема таким образом различные продукты подходят различным типам конституции вот следующий представитель бобовых это кунжут или тила отсюда происходит слово тайло то что относится к кунжуту то есть масло тила тайло кунжутное масло значит кунжут здесь его описание не очень большое такое специально для того чтобы наизусть заучивать значит здесь говорится что кунжут он ушно он горячий поэтому для ваты естественно полезен вот дальше он твачья то есть он полезен для кожи поэтому кунжутное масло например используется для разных процедур связанных с кожей именно кунжутным дальше он химах спорше то есть он холодный при касании то есть на самом деле его качество влияние на ткани горячее но когда мы его наносим на тело он обладает таким охлаждающим эффектом дальше он кешья то есть он полезен для волос маски там обьянга головы нанесение кунжутного масла на волосы спосметические процедуры дальше он балья подходит для увеличения силы кунжут кунжутные семечки кунжутные разные тахин например из кунжута делается кунжутные пасты тяжелое конечно пищеварение но тем не менее и он гуру он тяжелый дальше говорится он алпа мутрах тот от которого мало мочи то есть он обладает способностью видимо как-то усиливать реабсорбцию жидкости концентрировать мочу и он острый по випаке и соответственно из этого следует что что он усиливает увеличивает капху и питту поэтому для них вот именно внутрь он не очень любоприятен на кожу можно использовать внутрь не очень рекомендуется и он метхокрыт и агникрыт то есть он увеличивает интеллект и огни огонь пищеварения как ни странно в силу горячести видимо своей он усиливает огонь пищеварения это кунжут следующий представитель он почему-то описывается вместе с бобовыми может быть номенклатурно не помню ботанически это лен так как в принципе последнее время лен очень широко описывается используется льняные всякие копья слайс и масло и семя льна заваривают люди поэтому часто вопрос про лен задают поэтому светим быстренько здесь говорится что лен он его на санскрите называют ума ума это имя богини парвати супруги господа шивы снег то есть лен маслянистый сам по себе увлажняет тело дальше он сваду он сладкий на вкус и и тикта горький то есть он слегка горчит все кто пробовал лен понимают о чем идет речь и он ушно то есть он горячий поэтому раз он маслянистый горячий то он капха питта карин то есть тот кто усиливает капху и питту вот соответственно полезен в большей степени для вата доши к тому же он еще и гуру тяжелый вот и он острый по випаке и вот одно его не очень хорошее качество это дрик щук рахрыт что он уменьшает семя полезен для зрения лен вот он для льдивата конституции в принципе можно использовать льное семя там льняное масло и так далее не для всех не нужно считать что лен это некая фанацея вот и один очень важный момент касательно зерновых в большей степени хотя наверное он касается и бобовых также вот то есть есть такое понятие как новое зерно или свежее зерно навам дханьям навам означает новое дханьям зерно вот то есть зерно которое собрано и используется в пище до того как оно пролежало один год у него есть очень важное качество называется абхишяндин абхишяндин означает тот кто вызывает абхишянду то есть чрезмерное увлажнение а вследствие этого закупорку каналов вот это очень важно это свойство абхишянди закупоривать каналы вот им обладают новые зерна и поэтому скажем людям как в конституции если уж есть зерно любое то лучше использовать старое зерно то есть то которое было прошлого урожая которое простояло лежало где-то в барах еще год вот и поэтому говорит самбат сара кушать лакху то с момента сборки которого прошел год самбат сара оно является лакху или легким вот для людей наоборот которые хотят увеличить массу тела людям вата типа то то им полез наоборот новая зерна использоваться оно более питательное такое вот это очень важный нюанс идем дальше следующая группа продуктов это молочные о молоке много уже сложено легенд баллад и сиренад поэтому немножко проясним значит молоко говорится дугдран то что буквально было надоено от коровы оно сумадгурам молоко очень сладкое то есть он обладает всеми как бы качествами сладкого вкуса вот то есть во штангах рядая описывается что сладкий вкус наделяет силой ткани тела полезен при травмах повреждениях полезен для кожи волос чувств увеличивает массу тела способствует благолетию и так далее поэтому молоко оно как бы обладает даже усиленными этими качествами сумадгурам дальше это следующее качество это маслянистость нитха ну и понятно настоящее молоко в деревне где-нибудь взятое парное например оно жирненькое это можно прям почувствовать что молоко которое продается в магазинах оно конечно молоком очень сложно подчас назвать вот какая-то субстанция разбавленная которая даже совсем не жирная вот памяту я помню как наливаешь молоко в стакан и сверху плавают такие жирные паутинки настоящее молоко сник дальше говорится вата пита харм то есть молоко очень хорошо для людей вата и пита конституции дальше сарм молоко оно послабляет особенно людей которые обладают кишечником мягким очень люди пита типа молоко может у них оказывать такой послабляющий эффект дальше говорится садьях шук кракарам что достаточно быстро незамедлительно увеличивает количество семени то есть молоко может использоваться для восполнения семени после полового акта например в иерведе приписывается омыться прохладной водой и купить стакан молока то есть молоко мощный афродизиак особенно если добавить в него скажем ашвагандхи вот растение ашвагандха и допустим атмагупта зудящий очень сильный афродизиак с молоком с сахаром вот дальше щитом молоко холодное дальше сатмем то есть оно подходит в чем сатмем сарва шариринам то есть оно подходит всем тем у кого есть тело а так как у нас у всех пока что есть тело физическое это тоже можно молоко оно всем подходит дальше оно дживанам дает отжиз силу оно брымганам то есть оно дает прирост тела массы тела оно бальям наделяет силой метхям усиливает интеллект память оно баджикарам то есть наделяет усиливает репродуктивную функцию парам высшей степени и дальше говорится баях стхапанам аюшям то есть она как бы людей буквально задерживает в том возрасте в котором они есть то есть имеется ввиду препятствует старению и аюшям увеличивает срок жизни оно сангхикари то есть способствует сращению костей например хотя сейчас там есть разная гипотеза о том что молоко нельзя он вымывает кальций все это весьма сомнительно и является рассаянным то есть является средством которое породляет жизнь вот такой есть конечно определенные правила его приема но тем не менее видим что во юридических текстах все-таки в основном молоко прославляется вот единственное я сразу скажу что пока я не забыл его нельзя смешивать с кислым с солью с бананами молоко с чесноком с мясом с рыбой вот то есть это несовместимые комбинации следующий продукт называется сантаника или сливки значит сливки они тяжелые гуру они шито холодные они вришья опять увеличивают половую силу питта астра вата нут уменьшают кровотечение изгоняют как бы вату уменьшают вату они дают наслаждение приятные они увеличивают массу тела мхани они маслянистые сниктха вот увеличивают капху баласа дают сил увеличивают количество семени балас украла вот да и дальше идет о смешении молока с различными субстанциями например что молоко смешано с сахаром оно увеличивает капху но уменьшает вату вот а молоко смешано с тростниковым ну не тростниковым сахаром а сахаром сырцом то что называется на санскрите гуда так сейчас называют гур вот что оно полезно при дизуриях но очень сильно увеличивает питту и капху там вызывает щекожные болезни поэтому не рекомендуется это не к сливкам молоко просто попало следующая группа продуктов да это кисломолочные продукты это то что называется дадги на хинди их называют дахи в Индии то есть это простокваша и простокваша подобные разные субстанции с отделением жира разбавлением водой то что называется такра это в конце концов сметана в принципе дадхи можно сказать это и творог тоже это и сыр они обладают достаточно общими свойствами поэтому говорится здесь что дадхи ушно то есть чем отличается кисломолочный от молока тем что на вопросы буду в конце отвечу значит ушном горячие кисломолочные отличаются от молочных тем что они обладают горячие вирии они диппоном то есть они разжигают огонь пищеварения это известный пример о том что несварение вызванное молоком можно излечить опять же молоком но в форме простокваша или такры то есть она очень сильно разжигает простокваша то есть такра это с отделенным жиром и вот жидкая часть разбавляется водой в разных количествах вот и такра она очень сильно разжигает огонь пищеварения и полезно вот поэтому видите сколько отличий значит датхи они с нихтам они маслянисты вот такая классическая простокваша дальше помимо того что они кислые да они еще вяжущие кашая нурасам они тяжелые для пищеварения гуру да поэтому имя не следует злоупотреблять всеми йогуртами сырами творогом когда все тяжелая пища не рекомендуется к постоянному употреблению дальше кислые повипаки паки он вам вот и значит могут вызывать при неправильном употреблении бронхиальную астму то есть разные не обязательно бронхиальная астма в таком классической форме а вызывать затруднения дыхания или одышку да люди иногда попьют йогурт хоть холодный сладкий например и потом чувствуют что как-то тяжело становится дышать то есть это связано как раз с этим эффектом что называется шваса санскрит дальше могут вызывать кровотечение кислое поэтому при исклонности кровотечения кислый вкус противопоказан так же как соленый и острый дальше вызывает отечность тоже можно заметить большое количество сыра или йогурта кефира выпитого на ночь утром приводит к такому отечному состоянию лица например ну и может стать фактором развития каких-то воспалительных отеков дальше медос это жировая ткань способствует увеличению массы тела и увеличивает капху капхапродам вот и есть некоторые состояния при которых датхи могут использоваться как лечебные например при некоторых затруднениях мочеиспускания ну и как правило все это связано с ватодушей например насморк вызванный ватодушей перемежающаяся лихорадка со знобом тоже вызванная ватодушей при отсутствии аппетита кисломолочные могут его возбуждать при исхудании вот они рекомендуются кисломолочные какие существуют правила употребления кисломолочных вот говорится что кисломолочные не рекомендуется есть на ночь то есть после заката после захода солнца вот то есть кефир на ночь он не полезен согласно в юрведе вот говорится на ноктам бунжета нельзя ноктам на бунжета нельзя ночью употреблять ну ночью имеется ввиду после заката солнца после захода солнца вот говорится нельзя использовать кисломолочные ну вот если вы сами дома делаете просто квашу или что-то такое я уж потому что про эти йогурты как бы даже не хочется говорить потому что они не совсем вообще непонятная субстанция ее какой-то некий статус антологический вот то есть мы говорим вот про классическое берется молоко оно сквашивается просто кваша готовится там что-то в домашних условиях панир или творог что-то такое настоящее не рекомендуется использовать без сахара то есть эту сильную кислотность вот нужно обязательно компенсировать сахаром говорится шаркара это кристаллический сахар если уж есть кисломолочные кефир просто квашу или творог то лучше сахара добавлять сахар дальше говорится что нельзя использовать не рекомендуется без супа из мунгдала то есть имеется ввиду что кисломолочный подходят как раз к супу из мунгдала то есть можно добавлять сметану или что-то такое в этот суп без мёда накшаудра вот видите везде везде на стоит наушном их нельзя нагревать и говорится без амалаки хотя бы что-то одно из этого должно присутствовать либо топлёное масло и сахар либо суп из бобовых либо мёд либо амалаки тогда это компенсируется и достаточно было всего лишь один раз использовать отрицание на чтобы это показать но автор текста и вабхата и баба мишра они используют на 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 и так далее потому что чтобы подчеркнуть что это очень важно очень правильно использовать кисломолочный правильным способом если же этого не происходит то могут развиваться различные болезни например лихорадочные состояния то есть которые да мёд вполне возможно использовать кисломолочный без проблем значит лихорадочные состояния немотивированная какая-то лихорадка ну то есть нет какой-то инфекционной природы просто человек чувствует жар в теле и повышенная температура это может просто быть вследствие того что человек употребляет кисломолочные продукты дальше может быть кровотечение склонность кровотечения десневым там носовым маточным любым дальше кожные разные заболевания например быстро распространяющиеся кожные сыпи например герпес герпетическая сыпь часто например прием кисломолочные кисломолочных продуктов в избытке может привести к возникновению внезапно какой-то герпетической или кожной инфекции да какой-то ну откуда не возьмись или например молоко с солью тоже очень быстро может вызывать возникновение герпеса люди обычно с этим не связывают потому что обычно на фоне там еще какого-нибудь переохлаждения всегда есть что-нибудь еще часто есть всегда часто это очень важно также здесь описывается например псориаз экзема нельзя кисломолочные так употреблять вот дальше анемические разные состояния с желтухой да и вообще заболевания печени также может быть причиной использования гадхи головокружения и так далее тяжелые заболевания печени тяжелые желтухи вследствие приема кисломолочных с нарушением правил которые выше были изложены фактически пахта это то есть как бы пахта отдельно не описывается в аюридических текстах то есть есть вот такра вот то есть это когда образуется естественно молоко сначала становится кислым и потом уже отделяет жировую ткань жир смеху из нее удаляют и разбавляют водой если под пахтой понимать просто отделение жира из молока и соответственно удаление сливок от чего-то из молока остается просто вот само как бы жиденькое молоко тогда это не кисломолочное идем дальше сливочное масло называется наванитом сливочное масло оно то есть полезное сливочное масло все-таки преимущественно коровье ну так и заведено впрочем в основном используется сливочное масло от коров хотя в принципе его можно делать из буйволинного из вербюжи из кого угодно вот но коровье считается наиболее приемлемым то есть сливочное масло оно опять же дает силу половую репродуктивный потенциал усиливает потому что семя оно тоже имеет природу маслянистую вот дальше дает приятный внешний вид отделяет физической силой и разжигает огонь пищеварения да подобным тому как масло подливать масло в огонь то есть хотя сливочное масло оно само по себе холодное по своей природе тем не менее оно может усиливать огонь пищеварения таких в аюрведе нюансов очень много дальше оно сливочное масло оно способствует сам грахи является то есть способствует абсорбции лишней жидкости и формированию стула крепкого оно уменьшает вату и питу и может быть использовано при кровотечениях и вот склонность кровотечения нивелирует устраняет вот полезно при туберкулезе например при каких-то болезнях истощения качек истощен при кашле при геморрое говорится ну естественно каждую болезнь нужно разбирать отдельно этому пока просто даем такой общий срез и при лицевом параличе ардита когда происходит паралич например переохлаждение отеки лицевого нерва канале лицевого нерва то обвисает половина лица мимическая мускулатура очень так выглядит неприятно и долго заживает и вот говорится что при лицевом параличе очень хорошо использовать сливочное масло прямо большими дозами там добавляют везде в еду и употребляют ну потому что это ардита лицевой паралич это все-таки в большей степени вата чистовато заболевание и поэтому масло и вот именно сливочное такого его пробхава особый эффект и она подобна нектару говорится для детей и пожилых людей так дальше у нас топленое масло я думаю многими любимому любимого многими называется на санскрите грито или сарпис или хави вот значит топленое масло оно рассаяно то есть оно способствует как бы омоложению поддержанию тела в здоровом состоянии оно сладенькое с ваду сладкое на вкус оно полезно для зрения чакшушьян поэтому в принципе это пожалуй единственная процедура вот известно так не то что единственная нетротарпана или акшитарпана когда используют топленое масло вместе с некоторыми травами например стрипхолой который тоже полезен для зрения для вот таких косметических процедур накладывания на глаза таких бубликов из муки из бобовых машевой муки например и вот соответственно глаза питаются чакшушьем полезен для зрения и в принципе принимать его внутрь стрипхолой например и с медом один к одному к одному на ночь очень полезно для зрения говорит Аштанг Хайдая дальше вахни дипоном разжигает огонь пищеварения дальше оно щитовирьем оно холодное холодное по своим свойствам оно она устраняет яды то есть может использоваться при отравлениях там это целая отдельная наука агада тантра или наука токсикология в аюрведе там важно свойство яда потому что они все обладают там свойствами горячие ушно они резкие тикшно вот они быстро распространяются по телу и поэтому обычно если описывается что какое-то вещество действует против ядов как антидот или просто противоядие в самом широком смысле то оно обычно обладает холодной вирьей оно такое медленное то есть оно действует противоположным топленое масло не исключение устраняет говорится о лакшме бедность папа грех то есть тут есть несколько нюансов там это касается и совершения жертвоприношений с помощью топленого масла ну и в принципе такая вот особая прабхава непостижимая то что используем топленого масла способствует богатству и благочестивому образу жизни и уменьшая питту и вату питта анила апаха дальше говорится что оно алпа апхишянди оно слегка слегка закупоривает каналы в силу своей влажности вот и оно полезно для как бы сияния тела или для красоты оно наделяет человека силой жизненной отжасом дает активность храбрость тэджес и дает красоту лаванье и наделяет человека разумом будхи крит то есть интеллектуальными способностями да потому что в принципе головной мозг это все-таки в большей степени жировая субстанция в его состав ходят различные соединения разные там милиновая оболочка проводников и сама нервная клетка ее оболочка акустолипиды там и так далее свинга милин все это связано с жирами возможно поэтому да то есть необходимо нервную систему удерживать в неком таком футляре вот эту вату которая движется по-моему болокнам футляре из жира из капхи дальше она наделяет человека прекрасным голосом хорошим голосом полезным для голоса свара и памятью смотрите свара смритикава оно увеличивает продолжительность жизни наделяет физической силой тяжелое своим свойствам поэтому топленого используется при некоторых заболеваниях например нарушение движения вата доши удаварта так называемым когда вата движется не в сторону как бы выхода газы а наоборот в сторону орального конца желудочно-кишечного тракта там тоже есть определенные симптомы вздутие неприятное как раз помогает вату направить в правильную сторону используется при лечении различных психических расстройств ну естественно они как моносредства комбинации лихорадочных состояний некоторых устраняет колики вздутие помогает при лечении ран естественно маслянистая и увеличивает капху поэтому для капхи топленое масло не очень благоприятно потому что капха сам по себе жирная ну в смысле самодоши вот и топленое масло полезно для изгнания разных тонких существ ракшасов злых духов назовем их при болезнях крови истощении и кожных сып сыпях да у типа герпеса рожистого воспаления вот которые очень быстро появляются и распространяются по коже с краснотой воспалением зудом неприятными ощущениями вот это что касается молочных продуктов основных которые есть у нас на столе дальше у нас овощи морковь то есть эта морковь может быть не совсем та которая растет у нас на грядках но тем не менее так как это одно и то же семейство они очень похожи вот будем примерно считать что она такая же соскриц называется гарджерам гарджерам говорится сладкая мадгурам и руччин то есть она вкусная морковка вкусная поэтому наверное так ее любят кролики дальше она слегка острая кенчикату то есть она не просто сладкая а у нее есть какой-то такой остренький привкус и она уменьшает капху капхо апохам она устраняет вздутие живота полезно при паразитарных инфекциях говорится и при кольках вот причем там может использоваться разная часть моркови не только плод моркови но в принципе ботва морковная и так далее и она устраняет жжение в теле даха то что называется тоже особый такой синдром уменьшает питту и может использоваться при лихорадочных состояниях вот такая морковка следующий овощ это баклажан баклажан на самом деле очень много посвящено литературе и в классических текстах и в кулинарии аюридической классической кулинарии вот говорится что блюдо без баклажана это не блюдо проклинают всех кто не ест баклажан достаточно забавно но тем не менее баклажан называется врынтака в санскрите то есть он сладкий с ваду он тикшна то есть он такой резкий по свойствам по своим и он ушна он горячий по вире баклажан вот и он катупаком то есть он острый после переваривания оказывает именно эффект кату випака то есть увеличивает один из эффектов увеличения питты но при этом он апитталан то есть он питту сильно не увеличивает потому что его то есть это пасионовая можно использовать всем дошам говорится джваара вата баласа гнам то есть он можно его использовать при рихорадках различных он уменьшает вату уменьшает капху он разжигает огонь пищеварения он легкий и он увеличивает количество семей вот и поэтому там баклажаны есть разные приготовлены на огне в виде таких баклажановых шашлыков и разные другие зрелые недозрелые баклажаны ну вот это такое самое основное пожалуй по баклажанам следующий плод так скажем овощ это огурец тоже любимый всеми нами вот то есть огурец или трапуса его называют трапуша по разному то есть он его можно поделить на два вида это спелый огурец ну такой знаете юный хрусткий такой огурчик и который уже такой паква то есть который уже прям созрел прям семечки которые уже большие даже желтизна появляется то есть вот такие молодые огурцы то есть во-первых легкие для пищеварения вот во-вторых они хорошо устраняют жажду такую ментальную усталость то есть когда есть разные виды усталости в аюрведе есть так называемая шрама это физическая усталость вот прям когда человек физически работает тело уставшее а есть так называемая клама или ментальная усталость когда человек то есть работает скажем умом, чувством, то есть он воспринимает какую-то информацию и так далее, и так далее. И вот когда он устает ментально, это называется клама, и вот огурец обладает способностью как-то освежать эти процессы. И при жжении в теле он тоже полезен. Ну, например, при жжении при мочеиспускании, да, у людей питотипа, такой один из симптомчиков того, что пито в избытке становится, это пожелтение мочи и некоторое такое жжение появляется. И вот огурец, он даже не может устранить в том числе. А он сладкий, холодный, уменьшает питотип. И полезен при кровотечении в высшей степени. Вот, если же он уже перезрел, то он становится кислым амлом, горячим уже по вири. А видите, как меняется свойство продукта, если меняется его, как бы, скажем, возраст. Он увеличивать пито становится, становится увеличивающим пито, но при этом уменьшает капху и вату. Перезрелый огурец. Вот. И, соответственно, его семечки, огуречное семя, если использовать, то они мочегонные, холодные, сухие, помогают при кровотечениях и устраняют дезурические явления. Ну, цистит, при циститах. Вот это то, что касается огурца. Следующие это помидоры. Томаты, хотя томаты были завезены только португальцами, когда они колонизировали Индию, это где-то век, наверное, 16-17, вот так, вот, то, тем не менее, более поздние тексты они томаты описывают. Значит, на санскрите названы они были рак томачи. То есть, помидоры, они мриду, они такие мягкие, нежные, то есть, они обладают таким эффектом, нерезким. И они сникдха, то есть, они увлажняют тело, то есть, они влажные. Ну, это и понятно, томатный сок, они холодные, считала. То есть, не горячие, как раньше считалось, холодные помидоры. Вот, они сладкие, сваду, и рочани, они приятные, очень на вкус. Вот, они могут быть использованы как в сыром виде, так и в различных соусах, так называемых чатни. говорится, в янджена, падиши, в соусах и так далее, то есть, в блюдах. То есть, их можно употреблять как сырыми, так и приготовленными. Они разжигают огонь пищеварения, они полезны для сердца, кредем. Вот, там есть разные объяснения этого, за счет содержания разных веществ в них, в помидорах. Они быстро перевариваются и не увеличивают никаких дождь. То есть, они абсолютно полезны. Единственный нюанс, что все-таки помидоры должны быть зрелые. Красные помидоры, такие вот сладковатые. То есть, понятно, если там будет кислый вкус, недозрелые, либо просто в силу климатических условий, они там недозревают или как-то еще, то они могут слегка быть питтало, слегка. За счет кислого вкуса и кислого випака, соответственно. Но если они зрелые, настоящие томаты, выросшие на солнце, то они, как правило, как раз таким характеристикам обладают. То есть, приготовленные на огне либо сырые, они наделяют силой и упитенностью. А также очень полезны для страдающих от заболеваний крови, то есть, от анемии. То есть, полезны для образования эритроцитов из красных кровяных клеток. Следующие это картофель. Картофель, опять же, тоже был завезен, как вы помните, из Южной Америки. Но, в принципе, по своему составу в Индии есть свои растения, которые очень похожи и можно даже их в какой-то степени приравнять. То есть, ямс, некоторые вели ямса, он тоже разный бывает. То есть, такой крахмалосодержащий подземный плод, очень похожий на картошку. Его так прям и жарят иногда с луком. Вот, значит, алука, так сказать, называется. То есть, картофель, он холодный. Вот, он вызывает и штампхи, то есть, как раз это вздутие живота за счет крахмала и брожения в пищеварительном тракте вызывает бурление в животе, иногда вздутие, газы. Он сладкий и тяжелый. Он увеличивает количество стула и мочи и сухой. Ну, это заметно. Картошку просто так есть, вареную, тяжело, суховатая она. Вот, и говорится дурджарам, да, и поэтому она плохо переваривается. Ну, то есть, долго. в силу вот этих крахмальных продуктов, они требуют большого количества ферментов, которые шипляют углеводы. И рак топит тонут, он, по-моему, полезен, может быть использован при кровотечении, скажем. Вот, увеличивает капху и вату. Так как он холодный и сухой, вот, увеличивает капху и вату. Поэтому, чтобы компенсировать, да, нужно добавлять масло в картофель, например, или молоко. Вот так мы компенсируем его сухость, да, и поэтому для ваты это будет не столь страшно. Вот, но картофель для капхи, конечно же, не очень подходит. Балием наделяет силой. Брышьем афродизиак, вот, то есть усиливает половые функции. Вот, и стамп и варт, ну, вызывает в какой-то степени, может вызывать запоры. То есть стампа буквально остановка, может быть остановка кровотечения, может быть остановка движения, там, пассажа по кишечнику. Вот, следующее это у нас гранат. Переходим к фруктам, чтобы нам оставить немножко времени на вопросы. Значит, гранат, почему он описывается так подробно, потому что гранат один из немногих кислых фруктов, который не увеличивает питтадошу. Каких фруктов всего, таких плодов всего два. Это гранаты амалаки. Все остальные кислые продукты увеличивают питту. И говорится, что дадима или гранат он слегка сладкий, слегка вяжущий и он сильно питту не увеличивает. А если он сладкий, то он все три доши уменьшает. То есть он бывает двух видов сладкий и кислый. Сладкий все три доши уравновешивает, а если он кислый, то он уменьшает вату и капху. Аппитту соответственно равнодушен к нему. Он может вызывать запоры варча вибанганам особенно. Это касается корок граната, который так используется как лечебное средство. Разжигает огонь пищеварения, полезен для сердца и вкусный. И он разжигает аппетит. Вот это о гранате. То есть один из плодов, который рекомендуется для постоянного употребления. Следующий это лимон. То есть лимон он устраняет жажду. Да, на этом основано действие лимонадов различных, которые были к нам завезены из Европы после Петра Первого. Лимон и сахар и вода сначала были, потом стали газировать. Газировать точнее. Лимонад газес такое блюдо популярное в Европе. Устраняют жажду, колики, тошноту, избыточное слюнотечение, затруднение дыхания, способствует уменьшению ваты и капхи, а также действует против запоров. И он тяжелый и увеличивает питту лимон. Следующее это мандарин или апельсин. Потому что апельсин все-таки это по-моему уже плод действия селекционеров по большому счету. А изначально это мандарин. Такой природный цитрусовый называется наранг. В принципе можно сказать мандарин слэш апельсин, потому что в принципе слово оранж произошло от санскритского наранга после того, как этот плод был завезен в Европу. Значит мандарин кислый, но слегка сладкий. Амлом самадурум. Он полезен для сердца, ну или просто приятен на вкус. Слово хридем просто имеет разное толкование. приятный на вкус. Он обладает способностью очищать органы чувств, восприятие, вишада, что называется. То есть устраняет избыточную слизь. и он бхак тороченом. То есть он разжигает аппетит после того, как он был съеден, либо просто наделяет человека аппетитом. Уменьшает вату, плохо переваривается и тяжелый по своим свойствам. да, больше всего он полезен вата доше, чем кому было либо другому. То есть к пить и капхе он равнодушен, то есть удасян. То есть он никак не влияет. А для ваты полезен. Поэтому мандарин в принципе можно использовать регулярно. Следующее это виноград. Тоже виноград это один из тоже плодов, который рекомендуется для постоянного употребления. То есть его можно употреблять постоянно. Называется на санскрите дракша. То есть виноград и лучший виноград говорится это изюм. То есть изюм или виноград он послабляет, полезен для голоса, сладкий на вкус, маслянистый. Знаете, даже если изюм, если виноград просто высушить, потом взять его, помыть, то остается на руках такое жирное ощущение. То есть он маслянистый, виноградные косточки тоже давят, масло добывают холодный, шитала. Поэтому очень полезен при кровотечениях рак топита, при лихорадках, при затруднениях дыхания, при астме, утоляет жажду очень хорошо, устраняет истощение, полезен при дупикулезе, например, и при жении в теле. На основе дракши делают различные составы, дракша-1, например, есть такой состав, используется очень хорошо при заболеваниях печени, особенно при восстановлении после алкогольных поражений печени, то есть уже потом в процессе восстановления на основе винограда. Очень много средств, куда он входит, изюм, вот именно высушенный, такой перемолотый, ну и прочие другие лекарственные средства, естественно, не как моно. Следующее средство это финик. Тоже доступный, популярный, то есть финики тяжелые, сладкие, по вкусу и по випаке, и питательные, холодные, харджура, сам стык называется, очень полезные в процессе выздоровления после операции, и также для истощенных людей, например, при туберкулезе или вот для профилактики есть при, например, вираже проба манту, вот, часто детям, ну из таких семей не очень благополучных, рекомендуют не очень дорогое блюдо, да, то есть это, например, берутся финики, изюм, вот, и они просто там в несорубку пропускаются и делают такие шарики, вот, и в принципе это недорого, ну и очень полезно, то есть они такие очень питательные и обладают таким положительным эффектом и полезен при кровотечениях естественно, потому что сладкий, холодный, тоже можно это учитывать. Следующий фрукт это банан, моча называется на санскрите или мауча, банан естественно сладкий, слегка вяжет, и не очень холодный он полезен при кровотечениях, дает половую силу, вкусный, тяжелый, увеличивает капху, поэтому при заболеваниях капха-доши или капха-праквити ни финики, ни виноград, ни банан не рекомендуется для постоянного употребления. Вот, и чтобы оставить хотя бы 10 минут на вопросы, в заключении два напитка, которые тоже были завезены позже, один из Китая, другой тоже из Южной Америки, кофе и чай, тоже интересный, достаточно описан с точки зрения аюрведы, значит, чьяма парни, или буквально черный листок, вот тут около черной листья, значит, чай вяжущий, хорошо заварить, горячий по вирьи, соответственно, он такой острый, по випаке, вероятнее всего, он мочегонный, дальше он легкий, легко усваивается, но это непонятно, он способствует удалению сна, физической усталости, ментальной усталости, то есть, обладает таким стимулирующим действием, также у него есть свойство дипонопатчина, разжигать огонь пищеварения, чая, и переваривать, непереваренные продукты, способствовать патчинам, что называется, он хорошо утоляет жажду, но при сильном использовании, он может вызывать некое иллюзорное состояние и опьянение, что-то вроде чефира, в принципе, можно такого эффекта с помощью крепко заваренного чая достичь, кофе же, его называют капхи, это никак не связано с капхой, поэтому буква а удлиняется, это просто, что если по-английски читать, то будет как раз что-то напоминать кофе. Значит, кофе горький, горькие зерна, острый, по випаке, горячий, поэтому уменьшает капху и вату за счет своего эффекта горячего. Дает как бы бодрость, устраняет затруднение дыхания и кашель, но в большом количестве используемой вызывает бессонницу, нидраневая. Но людям капхотипа в принципе можно использовать чай и кофе для того, чтобы повысить просто свой тонус и запреты на это, как мы с вами не видим. Это вот вкратце, вкратце очень вкратце, то, что я хотел рассказать на самом деле, это по крайней мере мы как-то охватили то, что люди более или менее употребляют. Теперь я попробую ответить на ваши вопросы. Первый вопрос был по употреблению молока по времени, то есть есть такое правило, что не рекомендуется употреблять непосредственно перед сном, ночью, кроме тех случаев, когда это дети и старики, пожилые люди. И в принципе можно прямо на ночь пить с сахаром чай, молоко с сахаром, потому что питает ткани очень сильно, в пожилом возрасте ткани уже не те, а в детском они еще растут, поэтому им можно прямо на ночь пить. Взрослым людям не рекомендуется, это может вызывать потерю семени во сне, а во-вторых, тяжело переваривается молоко, требует сильного дня пищеварения, поэтому лучше принимать его днем, и можно отдельно от других продуктов, если молоко хорошее, как полноценный прием пищи. То есть в принципе его можно принимать в любое время, хоть утром, хоть днем, хоть вечером, хоть ночью, но все зависит от огня пищеварения, огонь пищеварения определяет. Но общее положение таково, что лучше его применять в середине дня, когда огонь пищеварения очень хорошо горит и легко переварит его, не вызывая образование так называемой АМО. За полтора-два часа до сна вполне можно употреблять. Мед можно использовать вместе с кисломолочными, это даже рекомендуется. Мед нагревать, то есть по современным исследованиям, мне кажется, у градусов до 50, можно нагревать не выше, до 50-60 градусов. то есть не в кипяток, а в подостывшую воду. Например, медовая вода матху удака так называемая. Это очень хорошее анупана или средство для запивания различных лекарств, которые направлены на уменьшение капха-доши. Да и в принципе медовая вода сама по себе уменьшает капха-доши. При избыток веса подсолнечное масло. Подсолнечное масло подсолнечный не очень известен. Опять же, это южноамериканское растение, которым еще поклонялись индейцы. Потом оно было завезено опять же в Европу. И поэтому в юридических текстах, даже в новых его писания не встречал. Но опять же, формальная логика подсолнечное масло оно сниктха, оно маслянистое. Это качество очень сильно проявлено. Вот поэтому избыток массы тела видимо исходя из этого программа его бракуют. То есть если с точки зрения аюрведы. Потому что с точки зрения современной медицины она очень калорийная, но я не думаю, что таков алгоритм. Поэтому качество этого продукта, к сожалению, кроме того, что он обладает сниктха, ну и по наблюдениям, ощущениям уже современных каких-то врачей, оно обладает холодной видой. И поэтому вследствие этого оно увеличивает капху. И поэтому так как ожирение часто связано с капхой, видимо, по этому принципу его убирают. Но при ожирении, к слову сказать, при болезнях капхи можно использовать масла горячей горячей природы, горчичное масло, рыжиковое масло, кунжутное масло, они рекомендуются для использования и для лечения ожирения. Такие растительные масла. Лучше коррекция веса, лучше использовать не подсолнечное, лучше использовать кунжутное либо горчичное масло. как для наружного, так и внутреннего употребления. Чай и кофе не амогенные продукты, то есть ама накапливается в силу слабости огня пищеварения, чай и кофе разжигают огонь пищеварения в силу своих качеств острого випака, горечи, поэтому наоборот после кофе очень сильно хочется есть. Многим могли заметить, это разжигает пищеварительные соки, действует на моторику, на секрецию желудка, и поэтому не является амогенным продуктом. Печеные яблоки, яблоки, к сожалению, не описаны, и по наблюдению опять же виштамбхи очень сильно вызывает эффект вздюти живота, грубая клетчатка, поэтому для ваты они не подходят, в большей степени для питты, которые обладают сильным пищеварением. Печеные яблоки, я так думаю, они этот элемент грубости устраняют, позволяют делать его более удобов варимым, поэтому я думаю печеные яблоки используют практически всем. Мед становится амой при сильном нагревании, и по современным исследованиям оксиметилфурфурол, так называемое вещество, которое образуется, оно наблюдается и в образовании при высоких градусах нагревания, поэтому не рекомендуется выше 50-60 нагревать. для лучшего роста что можно порекомендовать, то есть конечно зерновые должны быть в каждом приеме пищи различные, уродал можно использовать, как-то у нас он не очень распространен, это очень хорошее питательное средство на самом деле, в том числе для роста костей, роста мышечной ткани уридал обычно я беру его в пакетах хрущеный уже готовый в магазинах специи индийских еще можете поспрашивать такой пакет по полкилограмма уродал варится так же как обычный горох можно интернете посмотреть это очень хорошее средство для увеличения массы тела роста в целом если там нет конечно каких-то проблем генетических в том числе с гормоном роста чего-то еще если говорить о правильном питании то нужно применять практику бримхана то есть увеличение роста тела то есть это молоко можно использовать кисломолочные продукты все тяжелое маслянистое поэтому то что мы сегодня с вами называли рис пшеница маш черный уродал молоко кисломолочный кунжут сделать питание питание более таким обильным и вкусным естественно чтобы ребенок все это мог есть не надо исключать из рациона чай и кофе смотря какими вы руководствуетесь принципами то есть если мы говорим о дошах о теле то в принципе если вы не вата конституции и у вас не будет проблем со сном беспокойством то его можно добавлять капхи если мы говорим о каких-то вещах связанных с скажем воззрениями касательно различных гун природы благости например и способности желания сконцентрироваться в духовной практике например то конечно при практике йоги кофе и чай я бы не рекомендовал потому что это просто очень сильно возбуждает и нарушает способность концентрироваться сосредоточиваться на практике поэтому иногда качество лечебного средства для того чтобы как-то повысить тонус в течение рабочего дня или для при каких-то перелетах и так далее это можно использовать единично ну и конечно кофемания больше там 3-4 чашек кофе в день даже современная медицина не рекомендует так это способствует увеличению частоты импаркта миокарды вот и вот остается практически одна минутка вот я надеюсь что вы что-то излетели за себя полезное и было бы здорово если бы вы попробовали зная свой прокрыти или просто на основании этих текстов пока не систематизированных попробовать составить свою таблицу продуктов распределить их по преимущественному используем для той или иной конституции это сразу вам даст возможность потом очень быстро сориентироваться если это капха прокрити болезни капхи так это ячмень мунгдал такра так далее так далее и вот попробуйте вата пита капха основные продукты ключевые вот такое разработать такое меню и потом можно даже продумать если вы консультируете людей например то продумать уже с помощью блюд понятно картошка морковка огурец помидоры а вот распределить по приемам пищи хотя бы 2-3 в день завтрак обед ужин какая каша кому какие супы какие овощные блюда какие зерновые кому и так далее и так далее составить крайней мере такое небольшое меню это тоже было бы полезно для вас и можно это все проверить мне организаторы говорили что подразумевается что вы что-то сделаете мы это как-то проверим и вы что-то от этого получите какое-то еще практическое благо так что через организаторов мы все это сможем устроить ну что же наше время подошло к концу было приятно с вами побеседовать надеюсь увидимся еще изучайте аюрведу практикуйте помогайте другим и будьте здоровы всего вам доброго спасибо 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 Продолжение следует...